Добрый день! Большое спасибо, что вы все пришли на наши лекции. Я занимаюсь пауками-скакунчиками. Систематика пауков-скакунчиков уже последние лет 15. И меня интересует не только систематика, но и другие аспекты жизни пауков-скакунчиков. И вот про них я сегодня вам хочу рассказать. Следующий кадр, пожалуйста. Пауки-скакунчики достаточно популярны в интернете, так же, как и пауки-тарантулы или птицееды, как их называют. Вот, например, всякие разные веселые картинки можно найти. Мама сказала, что я трачу слишком много времени в интернете. Следующий. Или вот, например, кота, значит, погладили, а я что хуже. То есть здесь идет перекличка пауков-скакунчиков с котами, и дальше я про это буду рассказывать. Следующий. И опять же с котами. Мяу, шучу, я паук. Следующий. Пауки-скакунчики являются объектами разнообразного арта. Следующий, пожалуйста. Вот здесь вот прекрасно, на мой взгляд, обыграно такой способ передвижения пауков-скакунчиков. Со мной прыгают. То есть пауки-скакунчики, пауки-прыгунчики. Да, здесь обыграно поведение, ухаживание самцов-пауков-скакунчиков. И такая надпись. Я сыграю тебе песню моего народа. Следующий, пожалуйста. Да, и вот такое забавное видео. Поведение, ухаживание паука, наложение музыку кубинскую. И, по-моему, очень весело получилось. Следующий. Немножечко расскажу про систематику, собственно, вот чем я занимаюсь. То есть я нахожу и описываю новые виды, новые роды. Это достаточно интересно, но в то же время такая очень кропотливая работа. И вот пауки. Пауки, они относятся к типу членистоногих вместе с насекомыми, например. Но к разным по типам. Насекомые по типу трахеинодышащие, то есть они дышат трахеями. Хелицировые относятся, пауки относятся по типу хелицировые. Они дышат легкими, и у них еще есть хелицеры. Хелицеры, в свою очередь, делятся на два класса. Это небольшой, практически вымерший класс миростомовые. И широко представленный класс паукообразные, в котором находятся 11 отрядов. Эти отряды распространены преимущественно в тропиках. Но вот, например, четыре отряда. Синокосы или косиножки, как мы в детстве называли. Клещи, всем известные. Ложные скорпионы и пауки, они живут у нас, в Новосибирской области, в Сибири. Ложные скорпионы, они живут в пыли домашней, в книгах, например. А пауки, они живут, по-моему, везде. Следующий, пожалуйста. Пауки, в свою очередь, делятся на два больших подотряда. Это также практически вымершие члены стабрюхи пауки и все остальные. Все остальные – это пауки-птицаеды, вот такие вот большие, большая клада. И еще большая клада – это аронеоморфные пауки, которые встречаются у нас. У нас птицеедов нет, у нас только аронеоморфные пауки. У нас, спасибо. Аронеоморфные пауки, они представлены 114 семействами, и пауки-скакунчики – одно из самых больших. Вот я сделала несколько подсказок, но, может быть, кто-нибудь сможет сказать мне, почему пауки-скакунчики. Да, способ передвижения – прыгает. И это название отражено во многих языках. Вот пауки-скакунчики по-русски, шпринг-шпиннен по-немецки, джампи-спадрис по-английски и сальтицида. Это латинское название. Сальтус по-латыни – прыжок. Следующий, пожалуйста. Тело паука состоит из двух отделов. Тело любого паука состоит из двух отделов. Это голова-грудь и брюшко. Голова-грудь состоит из двух отделов, слитых между собой. Это головной отдел и грудной отдел. Брюшко также состоит из множества членников, слитых между собой. Прошу прощения. На заднем конце брюшка расположены паутинные бородавки. И если мы слышим паутина, то у нас сразу же возникает ассоциация паук. Верно? Верно. Назад, пожалуйста. Но не только пауки плетут паутину. Не только пауки плетут паутину, но также паутинные клещики и некоторые гусеницы. Следующий кадр, пожалуйста. Пауки-скакончики относятся к бродячим паукам. То есть они не плетут ловчие сети, а прыгают везде, бегают и ловят добычу без ловчей сети. Паутину они используют исключительно для постройки каких-то временных убежищ, где они, например, зимуют или ночуют. Пауки-дневные хищники, пауки-скакончики. Или же, например, самка откладывает в сплетенные из кокона убежище яйца и там высиживает их и первое время воспитывает паучков. Также пауки-скакончики используют паутинку при прыжке. То есть вы на этом слайде можете видеть, что за паучком в прыжке тянется паутинка. Это так называемая сигнальная нить и также страховочная нить, прошу прощения. И также она, помимо того, что страхует паука в прыжке, еще и является своеобразным стабилизатором при прыжке. Следующий, пожалуйста. По бокам тела паука расположены четыре пары ног, и это главное отличие от насекомых. Когда говорят, что пауки – это насекомые, не верьте. Пауки – это пауки, насекомые – это насекомые. У насекомых всегда три пары ног, у пауков – четыре. Ноги состоят из семи члеников. И самое примечательное, что у пауков есть мышцы-сгибатели, но нет мышцы-разгибателей. Может быть, кто-нибудь сможет подсказать, как паук разгибает ноги? Никто не знает. Здесь задействована гидролическая система. То есть под действием нагнетенной лимфы лимфа нагнетается специальными мускулами, расположенными в голову-груди, и под действием напора этой гемолимфы нога паука распрямляется. То есть он ее может согнуть, но не может разогнуть при помощи мышц. И разгибает ее только при помощи так называемой гидролической системы. Следующий кадр, пожалуйста. В передней части паука расположены хелицеры. Это главный орган захвата, умерщвления добычи и иногда размягчения. А также педипальпы. Вот здесь вот вы видите несколько самцов, у которых изменены педипальпы. Это так называемые вторичные капулятивные органы. Некорректно говорить, что гениталии паука, потому что гениталия у него, как и у самки, расположена на брюшке. Правильно говорить, капулятивные органы. Если мы сравним, например, самца этого паука, муравья и самку, мы можем увидеть, что у самки отсутствуют такие увеличенные хелицеры. И действительно, как правило, у самцов хелицеры модифицированы. Они или удлиняются, или вздутые, или же покрыты разнообразными волосками, всякими выростами. Зачем это нужно? Следующий кадр, пожалуйста. Это нужно для ритуальных танцев. Так скажем, когда самцы встречают друг друга и борются за самку, они максимально широко раскрывают хелицеры, расправляют коготок хелицеры и кружат друг вокруг друга. Ну, как правило, такие ритуальные танцы до каких-то серьезных повреждений не доводят. Там может паучок ножку, две потерять, но, как правило, они расходятся мирно. Следующий, пожалуйста. На головном отделе расположены три пары глаз. У пауков вообще бывает от нуля до восьми глаз, но у пауков с кокончиков их восемь. Вот вы можете здесь видеть первый ряд глаз, второй ряд глаз и третий. Следующий, пожалуйста. Глаза являются, так скажем, визитной карточкой пауковских кончиков, помимо прыжков. Вот на этой фотографии мы можем видеть огромные глаза. И чуть позднее я расскажу, для чего они нужны. И также несколько, шесть глаз небольшого размера. Вот эти огромные глаза называются первичные или главные, или передние медиальные глаза, как ученые называют. Остальные глаза называются вторичные. Следующий, пожалуйста. Если мы посмотрим на этот слайд, то мы увидим, что у главных глаз такое очень интересное строение. За линзами, неподвижными линзами располагается глазная трубка. Подвижная глазная трубка. Угол зрения этих глаз не очень велик, но при этом резкость достаточно большая. Вторичные глаза, они охватывают практически 360 градусов. Поп может видеть почти на 360 градусов, но резкость зрения так себе. Следующий, пожалуйста. На этом слайде вы можете видеть, как я уже сказала, за передними линзами располагаются глазные трубки. На дне этих глазных трубок располагается вторая линза, на которой фокусируется свет, попадающий через линзы передних глаз. Он поступает на сетчатку и дальше обрабатывается головным мозгом. Следующий кадр. Если мы посмотрим на верхнюю фотографию, то мы увидим черные глаза. Черные – это мы видим сетчатку. Если мы посмотрим на нижнюю фотографию, то у паука глаза расположены как бы в кучу. Вот это вот черное – это сетчатка. Это значит, что фотограф сместился, паук следит за ним глазами. Это единственный из пауков, которые могут двигать глазами. Следующий, пожалуйста. Обратите внимание, как паук двигает глазными трубками. Черное – это сетчатка. Следующий. Давайте рассмотрим, как далеко паук видит. Я специально соблюла масштаб. Вот этот маленький паучок длиной 6-10 мм. Он может видеть на расстоянии до 3 метров. Но при этом он видит не очень хорошо, то есть он распознает движение. С расстояния 30 см он опознает объект. С расстояния 20 см происходит фиксация объекта сетчаткой главных глаз. И с расстояния 10 см происходит окончательное распознавание. То есть паук-скакунчик может прыгать на расстояние до 10 см. Следующий, пожалуйста. Вот эта таблица меня в свое время очень поразила. Насколько паук-скакунчик хорошо видит. Вот если мы посмотрим, главные глаза, большие глаза, они только в 4 раза хуже, чем человек видит. И лучше, чем кошка. Представляете? Казалось бы, кошки хорошо видят, но пауки видят гораздо лучше. А такое насекомое, как стрекоза, считается, что стрекоза лучше всех насекомых видит. Но паук зато лучше стрекозы видит. То есть он ее переплюнул. Следующий, пожалуйста. Помимо того, что у паука такие разнообразно устроенные глаза, сложно устроенные, при этом они называются простыми, в отличие от глаз насекомых. Скакунчики различают форму предметов, имеют цветовое зрение, поэтому окраска тела и ног, и разнообразные волоски очень важны. И также различают поляризованный свет, помогающий им ориентироваться в пространстве. Следующее видео. Пауки-скакунчики единственные из всех пауков, которые воспринимают отражение в зеркале. Вот этот самец увидел другого самца, якобы он видит себя, но не понимает, что это он. И начинает показывать, что уходи, это моя территория. Пауки также реагируют на изображение видео. Если самец видит самку, то он начинает перенебрачные танцы. Если видит самца, то он начинает себя так же вести. А если муху, то он на нее бросается. Следующее, пожалуйста. И вот я подошла к сравнению пауков, скакунчиков и кошек. Пауков-скакунчиков иначе называют пауки-кошки, восьмиглазые пауки-кошки. И действительно, если мы сравним, так скажем, лицо или как мы называем при описании фейс полосатого кота и самки-паука-скакунчика из рода Лурилиус, что в переводе с греческого означает католики, то мы увидим большие прекрасные глаза и полоски, отходящие от внешнего края глаз, как к бокам фейса. Следующий, пожалуйста. Но не только внешние сходства у пауков-скакунчиков и котиков. Наверняка многие играли лазерной указкой с котиками и видели, как они бегают. Пауки-скакунчики тоже бегают с лазерной указкой. Следующий. Но пауки-скакунчики ориентируются в пространстве не только при помощи глаз, но также при помощи других органов чувств. Например, тактильный орган чувств. Почти все пауки покрыты, не почти, все пауки покрыты разнообразными волосками, более длинными, более короткими. И каждый этот волосок иннервируется одним и нетремя нервами. Вот, допустим, если мы прикоснемся к малейшему волоску, паук отреагирует. Следующий, пожалуйста. Волоски расположены на педипальпах. Это такие короткие, многощупальцы расположены в передней части. Они используются как щетка для очистки глаз, передних глаз. Пауки, они везде бегают, ползают. У них, к сожалению, нет век, чтобы моргать. И вот, чтобы очистить лензу передней глаз, они используют такие вот умывательные движения, как котики, опять же. Следующий, пожалуйста. Еще одни органы чувств расположены у пауков на ногах. Это уши. То есть пауки слышат не ушами, расположенные на голове, как у нас, а ногами. Это тончайшие волоски, расположенные на норсальной поверхности лапки и предлапки, иногда и голени. И малейшие колебания, малейшая звуковая волна улавливается этими волосками, и паук понимает, откуда что идет. То есть он слышит. Следующий, пожалуйста. Еще к предыдущему. Перелистывать не надо. Пауки также ощущают запах. Пока ученые не нашли, чем же они могут ощущать запах, но проводились эксперименты, показывающие, что они могут. Рядом с пауком складывали какую-то ватку с пахучей жидкостью, и если пауку она нравилась, то он остался рядом. Если она не нравилась, то он убегал. И вот еще одна замечательная особенность строения пауков. Пауки могут бегать по вертикальным поверхностям, гладким. При этом они не падают. Долго думали, почему это происходит. И под микроскопом, и позднее под электронным микроскопом рассмотрели структуру так называемой пульвиллы, расположенную под коготками всех ног. Следующий кадр, пожалуйста. Если мы посмотрим под сканирующим электронным микроскопом, то увидим вот такие вот треугольные выросты. Они играют роль присоски и помогают пауку не падать с гладкой поверхности. Основным условием при этом должна быть микроскопически тонкая пленка влаги. Если гладкая поверхность сухая, то никакой паук на ней не удержится. Следующий, пожалуйста. Ногу паука можно сравнить с ногой той же кошки или собаки, любого хищника, который придвигается на лапках. То есть мы ходим, мы стопоходящие, и у паука стопа это предлапка и притарзус. Это вот расположенные коготки и пульвиллы. И если мы посмотрим на вот серию вот этих картинок, то мы увидим, что пауки ходят на притарзусе, то есть они ходят на лапках, как и кошки. Здесь вот последовательные движения ноги паука и аналогичные движения кошки. Следующий, пожалуйста. При прыжке у паука задействованы третья и четвертая или четвертая пары ног. Иногда обе. При этом скорость прыжка достигает 90 сантиметров в секунду. Вот если мы сравним скорость бега самого быстрого человека 10 сантиметров в секунду. Представляете, у паука 90 сантиметров в секунду. Следующий, пожалуйста. И вот мы подошли уже почти к концу. У меня 5 минут, быстренько расскажу. Поведение, ухаживание. Следующий. Когда самец видит самку, он к ней приближается зигзагообразно, начинает трясти ногами, педипальпами. Вы видели видео, на которое музыку наложили. То есть он перед ней танцует. На этом этапе самка узнает, самец ее ли вида перед ней. Если самец одного вида подойдет к самке другого вида и начнет перед ней танцевать, она не поймет, что это самец, она его съест или прогонит. Да, это вот такая своеобразная репродуктивная изоляция. Вот. И следующий, пожалуйста. И, кроме того, самцы многих пауков-скакунчиков очень ярко окрашены. Наверняка многие из вас видели в сети замечательное видео Юргена Отто, пауков-павлинов. И вот давайте посмотрим. Следующий кадр, пожалуйста. Вот это замечательное видео. Почему павлины? Вопрос в залу. Что-то расскажу. Да, они поднимают хвост, так скажем. Они поднимают брюшко, раскрывают скутум, это хитиновая пластинка, и ярко окрашены, как и у павлинов, и начинают танец перед самкой. Обратите внимание, что разные виды по-разному окрашены. То есть в них по-разному окрашены скутум брюшка, ноги, фейс, голова, педипальпы, иногда хелицеры. То есть танец каждого отдельного вида, он специфичен. То есть он не повторяется в других видах. Давайте еще один посмотрим. Там еще, по-моему, три вида, и после этого продолжим. Времени уже не очень много. То есть видите, что некоторые пауки сразу две ноги поднимают, некоторые сначала одну, потом вторую. Спасибо. Следующий. Этот паук был описан буквально два месяца назад. Это тоже австралийский паук. Когда Юргенотто его нашел, он долго не мог понять, зачем пауку вот такое весло на ноге. И следующее видео, пожалуйста. И на видео мы можем понять, зачем. Сверху сидит самка. Да, игра. Самец вытаскивает ножку и пытается понять, готова ли самка к спариванию. Если самка готова, то она посмотрит, замрет и ждет, пока самец подойдет к ней. Если же она не готова, то она на него бросается и прогоняет. У скакунчиков, как правило, нет каннибализма. Следующий, пожалуйста. На этой большой фотографии видно, что сверху листика сидит самка, а снизу самец вытаскивает свое весло и говорит, я здесь. Следующий, пожалуйста. Ну, пауки-скакунчики не только пляшут красиво, но они еще и поют. Вот как, например, вот этот американский паук рода Хабранату де Сенус. Следующий, пожалуйста. Давайте послушаем, как он поет. Обратите внимание на подергивание ног, где пальп. Завелся. Следующий, пожалуйста. И ученые провели серию экспериментов, в которых было показано, что самки отдают предпочтение поющим самцам. То есть, если перед ней будет стоять два самца одного вида и танцевать одинаково, один будет при этом заводить мотоцикл, то самка отдаст предпочтение мотоциклисту, поющему самцу. Здесь я такой серии кадров хочу показать разнообразие форм тела пауков. Вот эти пауки живут или в муравейнике, или рядом с муравейником. Действительно, они похожи на муравьев. И питаются или самими муравьями, или же какими-то беспозвоночными живущими в муравейнике. Следующий. Эти пауки похожи на жуков. Они живут в кронах деревьев африканских. Следующий. Вот этот замечательный азиатский паук. Вот скажите мне, где у него голова? Слева. Это или это? Слева. Давайте. Один, два. Два. Да, все верно. Вот это голова, это самец. А кончик брюшка вместе с паутинными бородавками преобразуен в такую голову насекомого. Это так называемая защитная окраска, позволяющая хищникам, позволяющей пауку выжить при нападении хищника, или же самому подкрадываться к кому-то страшному. Следующий, пожалуйста. Вот есть такие паучки, которые живут на траве, то есть они также вытянуты. Такая форма тела есть не только у скакунчиков, так же у других. Семейство пауков. Ну, то есть это обусловлено тем, где они живут. Следующий. Пауки-овечки. Да, вот это вот два новых рода, два новых вида, а это новый род, который я в ближайшее время буду описывать. Следующий. И вот эти замечательные пауки, азиатские, африканские, они чем примечательны? Минутка буквально. Они единственные из всех скакунчиков плетут ловчие сети, но, как правило, никого не ловят. При этом они питаются другими пауками. Они забираются в ловчие сети какого-нибудь паука-тенетника, который плохо видит, и используют так называемую агрессивную мимикрию. При этом, если паук меньше, вот этой портии, она притворяется, как будто она маленький паучок. Паучок подкрадывается, и она его хватает. Если же добыча больше бывает, размер добычи в 10 раз превышает саму портию, то она монотонными подергиваниями усыпляет паука, подкрадывается и тоже ужинает или обедает. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ